В Немецком округе продолжается сбор средств на лечение и операцию подростка из села Тельвиска Мстислава Никонова. На сегодняшний день собрано порядка 9,5 миллионов рублей. Это почти 20% от необходимой суммы. Неравнодушные жители нашего региона активно подключились к сбору помощи не только финансовой, но и моральной. Почти два года Мстислав Никонов борется с онкологическим заболеванием – раком крови. На данный момент подросток проходит лечение в отделении химиотерапии в Архангельске. После небольшой ремиссии на фазе поддерживающей терапии у мальчика случился рецидив. Болезнь прогрессирует. Лимфома переросла в острый Т-лимфобластный лейкоз. Сейчас Мстислав находится в периоде тяжелых осложнений после цикла химиотерапии на стерильном режиме в отдельном боксе с отцом под круглосуточным наблюдением врачей. Он у меня крепкий, сильный, всегда на позитиве, поэтому расслабляться ему не даем. Нужно бороться, нужно верить, нужно надеяться, что все будет хорошо, что он поправится. Огромную помощь и поддержку нам сейчас оказывают жители округа. В восстановительный период протекает медленно. Показатели крови нестабильны. Мальчик продолжает получать антибактериальную и заместительную терапию по переливанию компонентов крови. Как только показатели крови поднимутся, появится возможность провести необходимое обследование, после которых будет понятно, вошел Мстислав в ремиссию или нет. В любом случае, при стабильных положительных показателях крови нужно будет срочно принимать решение о перелете на лечение в израильскую клинику «Шнайдер», врачи которой готовы провести операцию по трансплантации костного мозга и дать подростку шанс на жизнь. Общая стоимость лечения и операции – порядка 350 тысяч долларов. Для семьи Никоновых это огромная сумма. Жители округа очень активно подключились. Огромное, большое им спасибо, низкий поклон материнский за оказанную помощь, которую они сейчас проводят. Очень большая работа идет в соцсетях по привлечению и помощи от жителей. Сейчас, пока Мстислав находится в тяжелом состоянии и показатели здоровья после высокодозной химиотерапии упали, разрешения на перевозку нет. Тем не менее, неравнодушные жители нашего региона не остаются в стороне. Проводят различные ярмарки, лотереи и акции по сбору средств для Мстислава. Собрано почти 9,5 миллионов рублей. Это около 20% от нужной суммы. Мстислав, выздоравливай, мы с тобой. Дорогой Мстислав, мы желаем тебе скорейшего выздоровления. Надеемся, что твоя жизнь наладится и все у тебя будет хорошо. Мстислав, я очень надеюсь, что ты все-таки соберешь ту сумму, до которой так идешь. Я за тобой. Мстислав, я надеюсь, что ты наберешь ту сумму, которая тебе нужна, и ты поскорее выздоровеешь. Я с тобой. Мстислав, выздоравливай поскорее, у тебя все обязательно получится. Дорогой Мстислав, мы всем городом желаем тебе скорейшего выздоровления. Мы очень надеемся, что твоя жизнь скоро будет совершенно нормальной и обычной, с отличным здоровьем. Мстислав, выздоравливай поскорее, мы с тобой. Все, кто может помочь мальчику, могут перечислять денежные средства маме Мстислава или по реквизитам благотворительных организаций «Триединство» и «Островок надежды», которые вы видите на своих экранах. Папа и поклашенцы, саму привет, желаем здоровья на тысячу лет. Не улыбай, не разрывайся и не раздай, ни за что не сдавайся. Александра Литкова, Катрина Тайбарей, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север».